Привет! Представься, пожалуйста, из какого ты города и как тебя зовут? Привет! Привет! Приехала откуда, да? Ольга, я родилась в Костроме, но живу на Мадейре. Я просто... Да, когда я услышала, какой путь ты преодолела... 13 тысяч километров так примерно. Ради чего? Вот ради чего Ольга приподнялась в моем 12 тысяч километрах? Кепочку давай долови вот. А ради чего? Меня тянуло, тянуло, тянуло. Води. Это трудно сказать одним словом. Не, ну просто интересно. Вот живет человек за 12 тысяч километров от России, да? И собирается, покупает билет, тратит свое время, кучу ресурсов, чтобы эта поездка состоялась. Вот что тебя, что тобой двигало? Двигало любовь к жизни. Любовь к тому, что я могу открыться больше. Я уверена была в своих силах открыть все то, что я есть. Чем я являюсь, к настоящему, не скрывая себя, не смейте любви, не понимая ее больше. И я ехала, честно говоря, с ощущением больше, что как будто не на ретрит больше я ехала, а вот как будто я еду к самым дорогим друзьям. К самым дорогим друзьям? Да, у меня было такое. А у тебя были какие-нибудь еще ожидания? Ну там, я думала, там будет вот так. И я представляю, что здесь будет вот так. Они, знаешь, потихонечку всплывали разные ожидания. Но я их так смотрела и понимала, что я не хочу их. Я понимала, что я хочу просто вот чисто и приехать. И то, что будет. И то, что я тогда была открыть и не знала, что это произойдет. Открыть вот этой глубине, ширине, высоте своей гормой. И это совершенно верно с этим словом. Быть я, совершенно два. Это оправдалось в реальности? Кто ты получил в реальности? Расскажи. Да. Мне кажется, микрофон закрыли. Твои прекрасные, огромные волосы. Да. Нам приходится в полевых условиях справляться. Ребят, тут ветер такой на Катуне невероятный. Я сейчас просто не являюсь этим счастьем, которое есть. Которое в жизни есть. И всем вот этим вот словом нашей жизни. Вот когда в жизни есть ощущение, когда жизнь любуется сама собой. И это действительно во всем. И в каждом, в каждом пути, как дерево. Оно совершенно любое, которое любуется жизнью. Оно просто живет жизнью. Просто спокойно, как есть. И в этом такая красота. Сейчас я тебя все-таки еще буду немножко собирать. Да. Собирать. Собирать из эмоций. Собирать по своим вопросам. И буду тебя немножечко вылавливать. Чтобы какие-то передать послания нашим людям, в общем, кто будет смотреть. Вот мне бы хотелось, чтобы ты рассказала еще. Почему ты выбрала именно ретрит Светланы? Вот так много людей, которые сейчас что-то рассказывают, что-то предлагают. Какие-то программы там, да, куча просто всего там. Не знаю, можно в Индию поехать, в вашем там, на Тибете куда-то можно забраться в монастырь. Ты выбрала Светлану. Почему? Что тебя зацепило в ней? Почему ты ей поверила? Я не знаю, как вот, что двигало тобой? Потому что Света это про честность. Потому что она про как есть. Без прекрас, без иллюзий. Ты это вот по видео читала? Да, я смотрела многие интервью с ней, вот эти вот эфиры. А с чего ты начала смотреть, с какой темы? Какой у тебя был запрос, поиск, какой был? Начало вообще, как ты ее нашла? Начало было, по-моему, автономия. Я ее в этом потоке увидела. Сперва. А потом, что ты обнаружила, просматривая ее контент? Что интересного для себя обнаружила? По-моему, автономия. Я обнаружила через инструмент автономии. Я обнаружила то, как ты можешь быть собой, настоящим. Через то, как ты есть. И открыть вот это глубине у себя. Просто проявляться через это. Я вот рада, что ты именно этот акцент поставила, да? Что это инструмент. Это какой-то такой способ, да? Уйти к семье. И все-таки у меня не всегда самое важное. Просто у меня раньше была цель какая-то. Я зажгла с ней. Но я потом поняла, что... Ну, это была эгоистичная цель, чтобы... Ну, я ощутила, что я уже буду какой-то там особенной. 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 Я особенной. Я не ем. Да-да-да. Но это все оказалось пылью по сравнению с тем, что мы вообще можем. Какие на самом деле проводники. Какие люди. Как мы глубокие, многомерные. Как мы можем творить, сотворить. Как мы можем передавать красоту для жизни. Снова и снова и снова. Тем, как мы проявляем все, что мы есть. Что мы делаем. Как мы делаем. Вот. И соединяться с такими людьми, как вот на нашем утрите, это же просто счастье быть. Это невероятно. Я согласна. Просто... Ну... Мы как друг об друга пробуждаемся. Я так ощущаю какую-то переструктуризацию, переформатирование. Через каждого человека на репрессе, на соприкосновении. И я офигеваю снова. А у тебя был какой-нибудь, знаешь, вот такой вот, прям вот, ну, запрос? Или какая-то, может быть, трудность, или вот вопрос, на который ты искала ответ, и приехала на ретрит с этим, с этим пунктиком, что, ну, возможно, здесь я найду решение? Было что-то такое? Было. Можешь озвучить? Ну, в каких-то хотя бы чертах таких, чтобы было понятно, что... Ну, чтобы было просто понятно, вот с чем можно сюда приехать. Вот там. Потому что понятно, там автономия. Ну, не знаю. Ну, хотя на многим понятно. Высокие материи. А вот что-то прям такое вот, людейское, человеческое вот такое вот. Было? Было намерение осознать, чего происходит и почему так, как оно происходит, Ну, то есть есть какие-то ситуации, да, такие вот, чувства человеческие, да, повторяющиеся? Да, разные ситуации, взаимоотношения, которые мне были немножко не до конца понятны. Но здесь, само собой, все. Подошла ответы? Разрешается. Разрешилась? Да. И причем они пришли изнутри меня через все это наше глубочайшее взаимодействие. То есть тебе никто не навязал и никто не сказал. Ты просто это осознала. Это супер экологично. Прочувствовала. 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 Да. Скажи мне, пожалуйста, когда для тебя прошла практика на гвоздях? Мощно. С Ириной. С Ириной же, да? С Ириной. Мощно, очень. Я просто там скрылась как высшее свое появление. Я осознала свою связь. Свою связь с собой. На другой, да, да. Не буду там реализации или что там. Но это все есть, кажется, да. Это все есть каждому из нас. Ну вот эта многонежность, она сама своя, она показала мне. Открылась тебе. Открылась мне. Я открылась тебе. То есть это существует, да? Я открылась тебе. Это есть в каждом из нас. И то, какими мы великими можем быть. Но не ради того, блин, чтобы быть великими. Да, да. А как это нас поднимает для творения, для творения гораздо более интересного мира, чем в том, в котором я жила раньше в своем мире. У меня был какой-то маленький мир. И мне как раз вот все вот увереннее о том, чтобы расширить свой мир, жить уже вот полноценно во всей этой многонежности нашего бытия, который мы не всегда осознаем здесь социально. Да мы не осознаем, получается, вообще не осознаем. Часто я не осознавала. Вот. Меня выкинуло в очень высокие дальние дали. Но они были моими собственными. То есть я соединила себя материально, в которое я себя раньше помнила и знала, там, ощущала, с моими гранями, так сказать, духовными, которые я ощущала тоже. Но которые мне дали ощутить вот единственный мир со всей собой. Не знаю, как это слова выразить. Это трудно выразить словами, да? Да, да. Но я ощущаю, как я вот действительно становлюсь частью вот этого всего пространства. А как ты... Я становлюсь самим этим пространством. Я ощущаю, что у меня не все, что у меня практически меняется. И из этого состояния я вижу, как сотворить то, от чего у меня сердце поет. А как ты выросла вот за время ретрита? Ты в чем-нибудь выросла? Как считаешь? Я считаю, что да. Повзрослела наверху. Повзрослела. Приняла самостоятельность свою больше. Ну, естественно. Совершенно вот так. Потому что я творец. Я творец того, что я воспринимаю как жизнь. Скажи, ты медитацию на клетку же делала? Да. Как для тебя прошел этот процесс? Давай про него тоже поговорим отдельно. Это тоже было глубокое переживание. У меня какой-то процесс заплатился физиологический другой. То есть новый для меня. Когда я действительно увидела свои клетки. Я увидела не только клетки, но и межклеточное пространство, и органы, и все системы тканей, и тела. Я увидела их как огромную Вселенную. Как огромную Вселенную. Вот действительно. Меня даже сейчас мурашит, расширяет вот это сознание. И я действительно могла управлять, управляла процессами в них. Они реагировали. Вы общались? Ты общалась со своими клетками? Они реагируют? Реагируют? Да. И они... Ну, это было очень интимное общение, переживание. И вот какое-то вот переструктурирование. Очень сильное. Я потом ходила, у меня там разные эффекты были. Я ожиряла, сужала, сжимала, мурашила. Глаза по голову. Как это вот, не знаю. Кровь я свою ощущала. Вибрацию в теле. Много разных эффектов каких-то. И они до сих пор еще присутствуют. То есть оно переформатирование идет до сих пор. А что самое главное, с чем ты домой возвращаешься с ретрита? Ну так вот, знаешь, прямо если в двух словах. Самое для тебя ценное что? Со свободой. Со свободой. Со свободой. Со свободой. Быть собой любой. Быть собой любой. Быть собой любой. Мне не страшно. Класс. Я обычно в конце интервью спрашиваю про напутствие для других участников, которые, возможно, собираются, смотрят, присматривают. Но сегодня я спрашиваю про напутствие самой себе. Вау. Да. Какое ты дашь напутствие сама себе. Это очень хорошо. Спасибо. Какое это все. Какое себе напутствие. Будь. Просто будь этим всем. Просто будь этим всем. Будь. Будь. Ты уже целостна. Ты уже счастье. И не нужно ничего придумать. Просто жить. Будь этим всем. Я очень благодарна, что ты была. Есть. Есть. Что ты есть. Что ты есть. И что ты есть. Мы здесь, в этом пространстве. И что я есть. И мы есть это пространство. И мы встретились, потому что, ну, в общем, какие-то тоже ты привнесла такие краски. Вот. И твоя скрипка. И твоя йога. И стойка на голове. И... И твоя стойка на голове. И моя стойка на голове. Которая случилась благодаря твоей стойке на голове. Я тебе очень благодарна, что ты была моим другом, это так круто, я уже в каком-то отзыве это говорила, что для меня на этом ретрите было очень важно взаимодействие с участниками ретрита, у меня какие-то прям такие классные штуки происходили с вами, вот у нас со всеми вместе, это прям вот какое-то было, ну как новое какое-то что-то для меня, поэтому я очень тебе благодарна, я надеюсь, что мы еще увидимся на мероприятии Светланы. Не сомнений всяких, я тебе очень благодарна, что я тоже через тебя открыла новые грани, как можно быть гостью, вот открытой и искренне, не столько, чтобы вот говорить прямо о своей воле, о своей, о своих каких-то прожитых, ну колоссальных опытов и перестройке себя со мной. Я не знаю, как тут выродить, вот ты просто пересоздала себя это великое качество, это великая работа. Классно, я поблагодарю тебя за твоё сопереживание. Это какая-то целостность, какая-то ты. А я это ты, а ты это я. Ну вот такая, да, я тоже получу. Классно. Не тебе, спасибо. Сейчас мы выручим камеру и будем обниматься, так и знаете. Спасибо.